Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как ссоры. Это слово я не случайно взял во множественном числе, потому что если бы дело касалось единичного случая, то об этом можно было бы даже не рассуждать. Но подавляющее большинство людей участвует в ссорах, а это слово означает конфликты, вражды, раздражение, озлобление, непонимание, непринятие. Это выход из своего нормального духовного и физического состояния, это состояние негативное, которое разрушает не только самого человека или всех тех, кто участвует в этой ссоре, но также и духовный мир и других людей. Потому что когда люди видят ссоры, они страдают от этого. Это страдают не только дети, это страдают и взрослые, и пожилые люди. Духовное и физическое состояние людей и животных, которое пребывает в регулярных ссорах, оно, конечно, очень плохое. Оно низкое, оно разрушающе действует на них, и люди скатываются к болезням, к большим проблемам, и очень рано они могут оказаться в плохих местах, таких как больницы, тюремы или даже кладбища. И дух ссоры, это дух раздражения, дух зла, это служители врага, и они посылаются специально, с одной стороны, чтобы рекрутировать, набирать в свои ряды служителей в виде людей, зла, а с другой стороны, чтобы убить людей через эти конфликты, через эти раздражения. И слово ссор означает мусор, грязь. И ссоры, это производство мусора и грязи. И если человек участвует в этом регулярно, то он просто пребывает на мусорной свалке или в грязи, и это его дом. Это становится его домом, это становится его работой, это становится его образом жизни. И грязь духовная, она в большей степени пребывает, чем физическая. И я хотел бы привести слова Сирахова из 11 главы 9 стихом. Он сказал, не спорь о деле для тебя ненужном. Это духовный посыл каждому человеку, и не каждый человек может понять важность и значение не спорить. И нас втягивает в ссоры. Иногда мы сами становимся причинами этих ссор, споров. И тогда человек слабеет. Он становится уязвимым для врага. Потому что через ссору открываются духовные двери, и враг имеет к нему доступ или к группе людей, и начинает их поражать. И иногда человек ссорится сам с собой. И он принимает неверные решения. Он становится обманутым, во-первых, в духовном мире, а затем физически обманутым. И от этого он страдает. И он корит себя. Он винит себя в том, что он неверно поступал не один раз, а может быть это происходит хронически. И тогда дух раздражения, он пребывает в нем. И его цель, как всегда, у врага одна и та же. Вначале обмануть, а затем погубить. И поэтому, видя ссоры других людей, мы должны понимать, что это не случайные конфликты. Что случайного ничего в мире не происходит. Что враг работает, он имеет доступ к людям, к их сердцу, разуму и душе. И его задача вывести из себя людей, погубить их, погубить их, как духовно, так и физически. И поэтому ссоры это плохое действие, это плохое место, как в духовном мире, так и физическом мире. И там не нужно нам пребывать. И поэтому надо с молитвой и постом стараться входить в такое состояние мира и покоя, а это территория Бога, за которую выходить нам не следует. Постом и молитвой пребывать на территории Бога и питаться Его хлебом и водою, и таким образом не впадать ни в какие ссоры. Просуждайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует...